Здравствуйте, меня зовут Сергей, позвонок мой хитрый. Должность моя замкомандира взвода ГРВ, 121-го полка, 4-й батальон ДНР. Уже Россия. У меня была повестка, но была бронь на работе. И когда я узнал, что пришла повестка всем моим близким, друзьям, моим тесте, позывным батя, я пошел. Потому что оставаться дома, в такой момент, когда все мужики, все нормальные мужики, адекватные, за свою страну пошли воевать, я их не бросил бы по-любому. Я их сейчас, дай Бог, стану на ноги и пойду дальше. Я пошел за свою семью, пошел за детей, за женщин, за стариков. Ну, их кроме нас никто не защитит. Ну, то есть издевательство, вот это обстрелы, это тяжело. То есть они не уважают вообще мирных людей. Я пробыл на боевых действиях СВО с 24 февраля и получил ранение 13 июня. То есть, ну, три с половиной месяца. Три с половиной, почти четыре. Условия нашего быта с первого дня СВО, наверное, это было все по-разному. Это было в поле, укрывались палатками. Это были какие-то сырые здания, то есть дома заброшенные. Это были какие-то заводы. Это были, наверное, даже вот дом разбитый полностью. А мы семером под одним одеялом, там, на кухне, в тылу, если у нас там вторая-третья линия, например, да, то есть получается так быть, то мы же где-то где-то в дом, и то мы же пытаемся их снять с дома. То есть мы их не заходим, дверь не выбиваем. Если люди уехали, а соседям оставили ключи, то мы их снимаем. Мне кажется, надо капельку прийти в реальность. Это не мирная жизнь. То есть там не получится сидеть в телефоне, там нет света, там надо свой быт самому настраивать. Надо понимать, что ты сам за себя беспокоишься, должен копать себе окоп. Не надо никого там, никого ставить виноватым. Все происходит то, что ты сделал сам. То есть если ты пришел на позицию, то будет добро, копайся. Не надо там сидеть каждые пять минут пить чай, курить сиарету и звонить маме, палить свои позиции. То есть как бы я вообще связь против, против того, чтобы была связь. Вот меня раздробило кости благодаря связи. То есть ребята, которые сидели на телефоне. Мне кажется, что это только из-за этого. Точечный был прилет, точечный был. Мне повезло, слава Богу, мне только один осколок залетел. Но он и вышел, слава Богу. Смотрите, у нас не было тоже обеспечения полностью, никакого толком. То есть мы бронежилеты взяли у противника, каски взяли у противника, то есть какой-то боеприпасы брали. То есть я не говорю, что надо идти в бою что-то добывать. Но просто элементарно, если ты хочешь жить, мы окапывались хорошо. Поэтому у меня элементарные, минимальные потери были. Если ты приходишь на позиции к некоторым подразделениям, а у них окопы по колено. Ну куда он запрячется? То есть надо закапываться, надо работать. Знаете, как я вам скажу? Я, наверное, даже дам совет всем бойцам, которые есть, наверное, сейчас на фронте. Я на войне живу войной. Я объясню, как это все происходит. Я не думаю о доме. Я не думаю об увольнительных в каких-то моментах. Я не думаю о зарплате. Я думаю о себе, о жизни, о своих товарищах, за которых я отвечаю. То есть это в первую очередь. То есть надо забыть обо всем. То есть если ты хочешь выжить на позициях, в боевых действиях, ты думай о себе, думай о ребятах. Думай о том, как тебе быть. То есть меня, скорее всего, это спасало все время. То есть все восемь лет я на войне жил войной. Вот этот, наверное, скорее всего, момент этот. Я не думал, что побыстрее бы поехать домой. Я не думал, что надо там поехать купить себе машину или квартиру. На войне жил войной. Это единственный, наверное, ответ будет на все вопросы, скорее всего. Наверное, я хотел бы еще очень сильно, наверное, от всей души поблагодарить Бориса Корчевникова. Проект свои. Это вот от чистого сердца, наверное, от всей души. Вы не остались в стороне. Мне помогли, помогайте моим ребятам. Это очень дорогого стоит. Спасибо вам большое. Люди меня физически помогают, морально поддерживают. И я думаю, что я вернусь благодаря им, как они обещали мне. Они обещали мне, что я встану на свои две ноги и я вернусь на фронт. И буду помогать дальше в зоне СВО в защите наших государственных границ. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!